Апостол Павел Ну это какой-то абсурд просто написан, да? Наследник ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Если ты господин всего, то ты от раба очень сильно отличаешься, не так ли? Что же здесь имеется в виду? Тем более это Римская империя, там рабство очень жестокое. Ну это не патриархальная такая, знаете, жизнь, где старенький раб, который прожил в семье там всю свою жизнь, он в общем-то уже член семьи, и все его воспринимают как такого же равного почти себе человека. Нет, римское рабство это очень жестокая вещь, раб это вещь, действительно, он не обладает никакой субъектностью, его продают, его господин может убить или любым образом наказать, в том числе изувечить, например, да? Это его имущество, это все равно, что чашку свою разбить или там сломать, не знаю, игрушку любимую, ну, наверное, этого не делают без особой причины, но если кто сделал, кто спросит с человека за это. А и наследник, то есть сын, причем желательно старший сын, да, если говорить о наследнике, о некотором таком вот человеке, который получит все это, старший или единственный. Конечно, у них совершенно разное положение. Ну, смотрите, здесь есть немножко такой юридической составляющей. В римском обществе есть такое понятие, как патриапотестас, отцовская власть. И надо сказать, что она действительно в Римской империи была и в республике до того, была почти абсолютной. Почти. То есть, конечно же, дети не были абсолютно рабами, но отец имел право продать сына в рабство. Более того, до определенного времени он мог его повторно продать. То есть, сын освободился каким-то образом, допустим, заработал на выкуп или угодил своему хозяину, и тот его отпустил. Он возвращается под отцовскую власть. Он опять становится полностью ему подластиной. И тот может повторно его продать. После третьего раза, правда, уже не может. Ну, видимо, до третьего раза добраться просто нереально, да? И опять-таки, он может подвергать его почти любым наказаниям. Ну, убийства, наверное, нет, хотя вообще, конечно. Отец убивающий сына. Это несколько редко встречается, назовем это так. Но встречается в мировой истории. Но все равно это, ну, при всей этой жестокой системе, для нас жестокой, для них, может быть, естественной, положение раба, конечно, гораздо хуже. Но дальше Павел уточняет. Он, то есть наследник, подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Домоправители или экономы, так по-гречески ойкономой. Это слово звучит. Собственно, это рабы. Это доверенные люди, которые поставлены господином дома на некоторые ответственные должности. И, в частности, они, ну, например, занимаются воспитанием этого ребенка, да? Он же еще в детстве у нас. То есть они его обучают, следят за его поведением, могут наказывать, между прочим. Отец им такое дал, такую возможность, да? И тогда получается, что ребенок в доме своего отца и раб в этом же самом доме, а при всей разнице в своих положениях, они равно лишены субъектности. Они равно подчинены кому-то другому. Этот кто-то другой, назначенный господином дома, и, конечно, ему, самому господину в первую очередь, может абсолютно все с ними сделать. Господин всего, он, безусловно, не сейчас, а в будущем. Он станет господином, когда он вступит в права наследства. Ну и дальше Павел объясняет, почему, собственно говоря, это так важно. Образ подчиненности – это отражение положения христиан, которые еще христианами не стали, но подчинены закону. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Вещественное начало мира, но здесь не просто материальный мир. Вообще-то мы материальным вещам порабощены всегда. Мы испытываем голод, жажду, нам бывает холодно, жарко и так далее. То есть материальное начало из нас никуда не денется. Но под этими самыми вещественными началами Павел здесь явно имеет в виду закон с его правилами, касающимися той же самой пищи или каких-то правил относительно того, что нельзя там надевать вместе шерстяную льняную одежду или одежду, сотканную из шерстяной льняной ткани. И, соответственно, вот когда это все так, то человек похож на маленького ребенка. Ему нянька говорит, а нянька рабыня, да, вот не ходи туда, а то нашлепаю, не веди себя так, а то сладкого лишу. И он слушается. И закон ему говорит то же самое. Не ешь того, не делай того, не поступай так, а то будут у тебя всякие неприятности. Но потом, говорит Павел, ребенок входит в взрослый возраст. Ну, да, мы знаем, что с этим бывает связана куча всего такого не очень хорошего, когда вырываются из-под отцовского или материнского контроля подросточек. Но это уже отдельная история. Во всяком случае, он становится самостоятельным, он все решает сам. И вот это, собственно говоря, есть образ взросления, которое возникает, которое происходит, когда человек, живущий под властью Моисеева закона, принимает христианство, и он понимает, что няньки больше нет, а что он, собственно, сонаследник, что отец, Бог принимает его как, ну, неравного себе, но стоящего рядом с собой, самого решающего свою жизнь человека. Вот, видимо, какой образ здесь Павел хотел нам предложить. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok